Жители вокзала смогут получать госуслуги в режиме одного окна. В Златоусте открылся третий по счету офис многофункционального центра. Он разместился в здании ДК железнодорожников. На торжественном открытии побывала и наша съемочная группа. Жительница района вокзала Нина Соломина сегодня как раз хотела получить карту жителя Златоуста, и пенсионерка была немало удивлена. Для этого теперь не нужно ехать в другой район города. Накануне в здании ДК железнодорожников открылся филиал многофункционального центра. При себе нужно иметь паспорт, удостоверение ветерана труда. Принести документы и все. И заплатить денежки. В вокзальский офис МФЦ Златоусте уже третий по счету. Здесь, точно так же как в филиалах на улицах Скворцова и 40 лет победы, можно оформить любые государственные бумаги. Для этого достаточно зарегистрироваться в электронной очереди. Терминал всего за несколько секунд выдаст талон к необходимому специалисту. В многофункциональном центре оказываются государственные, муниципальные услуги. Более популярные сейчас у нас справка о составе семьи, карта жителя, регистрация права собственности, предоставление сведений из ГКН, государственные кадастры недвижимости. Всего же многофункциональный центр предоставляет более 60 государственных и муниципальных услуг. Среди них и те, которые раньше можно было получить только в управлении архитектуры администрации и в комитете по управлению имуществом. На сегодняшний момент на вокзальском офисе открыто работать будет полноценно три окна, плюс одно это консультации. Установили уже систему город, установили систему выдачи транспортных карт для пенсионеров, школьников, студентов. На торжественном открытии многофункционального центра в здании ДК железнодорожников присутствовали представители городской администрации и сотрудники предприятий, которые воплотили проект в жизни. Глава округа Вячеслав Жилин отметил, что снижение административных барьеров – это одна из основных задач. Тем более, что сам филиал находится практически в самом центре района. Особо важно это для ветеранов. Мы говорили о том, что маломобильные группы, инвалиды могут сюда приходить. Поэтому очень хорошо, что к юбилею мы открываем такое очень хорошее помещение. Помещение в ДК железнодорожников, которое в конце концов должно работать как клуб на район, для жителей района. Традиционно это было так. Этим вопросом мы будем заниматься. Отметили сегодня со стороны правительства, что город Златоуст выглядит очень хорошо. Мы одни из первых, из лучших по исполнению поручения президента в этом направлении. Специалисты МФЦ отметили, что со временем увеличат число рабочих окон с 4 до 7. Такое количество, к примеру, оказалось востребованным в Можзаводском многофункциональном центре. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...